Эй, привет! У микрофона Саша, а ты зашел на канал Apple Explosion. Компания Apple вышла на финальную стадию и выпускает новую бета-версию iOS теперь каждую неделю. И вот, спустя неделю после выхода шестой бета-версии, Apple выпустила седьмую бета-версию. И если предыдущие бета-версии меня радовали с каждым разом все больше и больше, то с седьмой версией, к сожалению, все не так радужно. В этом видео мы с тобой обсудим все фишки новой системы, а также поговорим про баги, которые устранили, и баги, которые добавили. И, к сожалению, в этот раз новых багов будет очень много. Поставь лайк за оперативный обзор, а также нажимай на кнопку подписки и колокольчик. А теперь смело усаживайся поудобнее и погнали! Все мы покупаем что-нибудь в интернете, и я на 100% уверен, что и ты тоже. Тогда у меня есть вопрос, почему ты до сих пор не используешь кэшбэк? Делай это при помощи сайта Letyshops. Все очень просто, ты делаешь ту же самую покупку в интернете, но при этом часть денег возвращается на твой кошелек назад. И я хочу тебе сказать, что в 2018 году по-любому нужно пользоваться кэшбэком, а с Letyshops это делается максимально удобно и выгодно. И начнем с позитивной ноты. Некоторые баги, которые были в бета-6, в седьмой бете исправили. А теперь вот так вот резко к печальному. В седьмой бета-версии iOS 12 убрали групповые звонки по FaceTime. Я напомню, что эта функция позволяла добавлять 32 человека в групповой звонок. И к большому сожалению, мне так и не удалось протестировать эту функцию, потому что она просто не работала ни на одной из бета-версий. Наверное, у Apple возникли какие-то сложности при разработке данной функции, и ее просто убрали из бета-7. Компания официально заявила, что данная функция станет доступна в конце 2018 года в одном из крупных обновлений iOS 12. А это значит, что после презентации трех новых iPhone 12 сентября мы получим релиз iOS 12, но в нем не будет этой функции. Кстати, про три новых iPhone. На моем канале уже столько много информации про эти устройства, что компания Apple уже думает не проводить эту презентацию. Поэтому обязательно посмотри вот это видео, которое появилось. В нем мы обсуждаем абсолютно всю информацию про три новых iPhone, которые выйдут в 2018 году. Лично мне кажется, что группа вызвонки по FaceTime появится в iOS 12.4, то есть ближе к концу года. Но есть небольшая вероятность того, что компания доработает эту функцию немного раньше и добавит ее в iOS 12.1 или в 12.2. И это еще не вся плохая информация. В iOS 12 бета-7 плохо работает Apple Pay. И если тебе не помогла перезагрузка при работе Apple Pay, то попробуй передобавить карты. Кстати, я недавно проводил опрос в наших соцсетях, поэтому обязательно подписывайся на Инстаграм и заходи во вкладку «Сообщество» на Ютубе. И многие из вас реально используют Apple Pay, и поэтому если ты используешь Apple Pay, то ни в коем случае не ставь бета-7, так как эта функция там работает очень плохо. И не всем пользователям помогает перезагрузка или передобавление карт. Так что же все-таки поменялось в седьмой бета-версии? Появился экран приветствия-подсказка в приложении «Сообщение» и в приложении «Здоровье». Этот экран рассказывает о новых функциях данного приложения. Также обновилась иконка приложения «Линейка». Вот такой вот она была раньше, а теперь стала вот такой. Если ты счастливый обладатель iPhone X и любишь функцию Memozy, я готов тебя обрадовать. Apple добавила новые прически для того, чтобы сделать свой смайлик. В седьмой бета-версии появились проблемы с производительностью. Приложения могут открываться намного дольше, чем на бета-6. И меня очень сбесило то, что первые полчаса после установки система реально очень сильно тормозила. И спустя полчаса она начала работать более-менее стабильно. Но все равно система работает заметно хуже, чем бета-6. Ты, наверное, подумал, «Блин, какая же все-таки неудачная бета-версия. Я с тобой соглашусь, но есть и плюсы». Исправили баг, при котором иногда не загружались приложения из App Store. И также исправили проблему, которая приводила к тому, что при входящем звонке вылетали приложения. Что касается автономной работы, я не скажу, что она значительно хуже, чем в iOS бета-6. Но она точно не стала лучше. И как ты понял, производительность в седьмой бета-версии хромает. Поэтому я не советую тебе обновляться с шестой бета-версии на седьмую бета-версию, потому что она реально хуже. Как вы поняли, седьмая бета-версия, увы, оказалась не очень. Абсолютно все пользователи, в том числе и я, начали массово жаловаться на длительную загрузку приложений. Оказалось, что у некоторых пользователей время запуска одной программы могло достигать аж 10 секунд. В связи с этим, пока я монтировал данный обзорчик, Apple запретила скачивать iOS 12 бета-7. Апдейт больше не доступен для загрузки. Видимо, купертиновцы слишком поспешили с релизом прошивки и допустили в ней ошибки. Ну что ж, буду ждать, когда компания исправится и выпустит фикс. Интересно, что же делать мне и всем пользователям, которые уже обновились? Я советую абсолютно всем подождать недельку, и выйдет восьмая бета-версия. И как только я сделаю на нее обзор, посмотрите его, и я расскажу, стоит ее ставить или нет. Седьмую бета-версию, ребята, не ставим. Обычно говорят, первый блин комом, но у Apple комом получился седьмой блин. Что ж, вот такая вот новая бета-версия. Поставь, пожалуйста, лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые крутые обзоры. Я реально стараюсь для тебя. Также очень рекомендую посетить мой Twitter, Instagram, а также Telegram канал. И еще заходи во вкладку «Сообщество» на YouTube. Там новости из мира Apple, смешные картинки. В общем, если ты яблочник, по-любому должен подписаться. Расскажи об этом видео друзьям, пусть они знают о том, что седьмую бета-версию категорически запрещено ставить. Думай иначе, пока.